Я сегодня расскажу немножечко об трансформации и постараюсь продолжить то, на чем восстановился Алексей, но пойдут чуть-чуть дальше. То есть я хочу дать некоторые идеи, конкретные шаги, как эту трансформацию проводить. Так, сейчас у меня еще вся эта штука заработает и будет совсем замечательно. Чего-то она у меня не кликает. О, отлично. Супер. Но для начала я пару слов буквально скажу, чтобы мы говорили на одном языке, пару слов скажу. У меня фокус, видимо, теряется. Опять не хочет. А, все, заработало. Немножко историю расскажу. И по традиции мы говорим о компьютерах, которые когда-то появились. Здесь, в данном случае, на нашей версии слайда, вот это вот слева, это самый первый компьютер, который появился в 46-м году, о котором, наверное, если кто был на тренингах, не только наших, вы, наверное, слышали. Кто знает, что это за компьютер? Эниак, совершенно верно. Это Эниак, это первый компьютер. Его, собственно, особенность была в том, что он был компьютер для широкого круга задач. Да, он делался изначально для решения военных задач, но тем не менее он решал разные задачи. Время, которое необходимо на компиляцию, условно в кавычках, компиляцию кода этого компьютера, составляло, кто знает? А? Две недели. Чуть меньше. Две недели. И, соответственно, компьютер стоил, был отличный слайд про то, как у нас дешевеет мощность. Компьютер стоил совершенно космических денег. Я даже не вспомню эту страшную цифру. И простой компьютер стоил тоже космических денег. Поэтому если мы в коде совершаем ошибку, то стоимость этой ошибки – это две недели. Потому что нам заново приходится компилировать код, который не работает. Но компиляция там была условная, потому что у этого компьютера не было памяти, там нужно было всякими переключателями, проводами заставлять его работать. Но тем не менее. С 1946 года у нас можно отслеживать опять не работает у меня кликер почему-то. Можно отслеживать историю компьютеризации. И, собственно, на сегодняшний день у нас, не на сегодняшний даже, а в 70-х годах начали происходить некоторые сложности с разработкой программного обеспечения. Сложности такого вида, что очень много проектов являлись неуспешными. И люди начали искать способ, почему они являются неуспешными. Об этих способах я сейчас два слова тоже скажу. Собственно, что изменилось? То есть у нас мощность, об этом сегодня уже звучала, возросла многократно. Цена ошибки какая случилась сейчас, стала на сегодняшний день. Программист, который разрабатывает код и делает ошибку в коде, ему намного проще нажать на кнопочку compile или compile run или что-то такое, и ему компилятор выдает, либо даже пока он еще пишет этот код, ему компилятор выдает уже, слушай, вот тут ты накосячил, здесь нужно поправить. То есть цена ошибки, она практически ноль. У нас нету простоя. Да, я сейчас, тут обычно поднимается рука, вот когда мы систему собираем, потом она у нас падает. Я сейчас не говорю про сборку системы. Я сейчас говорю именно про создание нового программного кода. Еще один важный момент. То есть увеличилась мощность, снизилась стоимость ошибки. Еще один достаточно важный момент. То, что на чем разрабатывался вот этот самый ENIAC. Ну давайте возьмем не ENIAC, давайте возьмем чуть более продвинутый компьютер. Появились перфокарты. Да, значит, количество команд, которые мы могли дать компьютеру, когда мы разрабатывали наш код, оно было очень сильно ограничено. На сегодняшний день, когда мы разрабатываем наши программные продукты, мы пишем программный код, который работает на программном коде, который работает на программном коде, который работает на программном коде. Вот в этом кликере стоит микроконтроллер с программным кодом. Это тоже компьютер. Поэтому количество вариантов, из-за чего может не заработать, оно возросло на много порядков. И это тоже проблема. То есть очень легко система может стать нефункциональной. Поэтому рисовали вот эту картинку, то есть мы сейчас находимся в той части развития, где нам нужно проверять. Нам нужно строить гипотезы и проверять, работает оно или нет. И это тоже одна из причин, почему все поменялось и почему появились новые подходы. Собственно, в 1995 году Швабер и Сазерленд, изучая, чуть-чуть вперед забегая, скажу, статьи японских специалистов по производственным процессам, придумали скрам. То есть скрам на самом деле пришел изначально, идея она пришла из японских процессов, которые строились в том числе на Тойоте, которая, собственно, еще одну линейку нам делает развитие систем управления производством. Потом появился подход, который называется экстремальное программирование. Еще один способ, как сделать так, чтобы проект с большей вероятностью был выполнен. И в 2001 году появился манифест. Отвечая на вопрос, что такое agile, я отвечу, это манифест. То есть вот то, что в 2001 году команда из уважаемых разработчиков написала в штате Юта, это является agile. То есть 4 ценности, 12 принципов и все. Под этим очень много всего. И о некоторых вещах, которые под этим, мы как раз сегодня и поговорим, и поговорим, как это использовать в реальной жизни. Собственно, производство. Я уже сказал о Тойоте. Потом появился подход 6sigm. Это движение TPS, Toyota Production System, Lean. Собственно, они придумали Kanban. И потом, точно так же после появления манифеста появилось несколько подходов о том, как использовать подходы, собранные под зонтиком, который называется Lean, как использовать их в разработке программного обеспечения и IT-систем. И еще очень важный момент. В прошлом, я быстро рассказываю этот слайд. Обычно я его рассказываю чуть-чуть медленнее, потому что там дальше много всего интересного. Значит, с точки зрения разработчиков, вот этот самый первый компьютер и компьютеры, которые появлялись потом, кто являлся разработчиками на тот момент. Ученые. То есть они сами ставили задачу, сами делали аппарат, сами для себя эту задачу решали. На сегодняшний день разработчики у нас кто угодно. То есть порог входа в разработку, он очень низкий. То есть разрабатывать может кто угодно. С другой стороны, безумный объем знаний, который не помещается в одной голове, не может помещаться в одной голове. И на сегодняшний день, кроме того, что объем знаний очень большой, у нас произошло разделение между пользователем, заказчиком и разными-разными-разными людьми, которые эту систему делают. То есть если мы раньше могли говорить о личном мастерстве, то что специалист, он сам свою задачу решает. Их там немного. И это элитные специалисты. Но на сегодняшний день мы можем говорить только о том, что мы задачи можем решать в команде. И это требует очень серьезного внимания к тому, как мы строим наши команды. Что сделать так, чтобы они были эффективны, применительно к решению тех задач, которые мы решаем. Вот это вот несколько слов в краткий экскурс в историю. То есть история с разработкой ПО, история с созданием производственных подходов и история с тем, что у нас должна быть немножечко другая групповая динамика. Не индивидуальная динамика, а групповая динамика. Вот это вот очень хорошая иллюстрация. Riot Games и IC Agile ее разработали о том, собственно, что такое Agile. Agile это промышление. То есть о том, что мы думаем, руководствуясь определенными принципами. И авторы манифеста, эти принципы, они закодировали в 4 ценности и в 12 принципов. Вот это, это манифест. Вот это манифест. А дальше уже на основе манифеста появилось очень много, хотите называть это подходы, хотите называть это фреймворки. Это различные способы того, как мы мышление, ценности и принципы реализуем в жизни. Этих подходов много, они постоянно появляются. Может быть вы через какое-то время создадите свой подход. И он будет еще более интересен, и вы будете среди тех людей, которые сделали что-то значимое для разработки подходов к реализации успешных проектов. Вот что такое Agile. И вот о некоторых точечках здесь мы тоже сегодня поговорим. Самых знаменитых, самых известных. Но вначале мы остановимся на запуске команды. Например, мы выбираем, сегодня говорилось о том, что 60% рынка, который работает по Agile, это чистый скрам, еще там 10% гибридный, и еще там 10%. То есть у нас большая часть, порядка 80%, это те или иные версии скрама. Поэтому чаще всего мы говорим о том, что мы запускаем скрам. И есть совершенно четкие, простые шаги. Мы собираем людей, мы их определенным образом, скажем так, строим им определенным образом поставленное мышление. На чем самое главное строится работа Agile команды и Agile вообще? На доверии. На том, что у нас есть доверие. Поэтому используются определенные техники для того, чтобы это доверие между людьми возникло. Например, можно взять работу по рекаленционе про дисфункции команды. Все дисфункции команды начинаются с отсутствия доверия. Это самое главное. Поэтому в Agile команде, либо если мы Agile масштабируем, доверие это одна из ключевых вещей. Устраиваем, как мы работаем, обучаем, планируем определенным образом. Не то, чтобы мы кого-то обязываем работать таким образом. Мы планируем с точки зрения списка задач, но дальше мы этим списком управляем. И, собственно, начинаем работать. И я здесь не буду глубоко уходить в том, как запускать команду. Мы, коллеги, готовы вам рассказать отдельно. Там есть отдельно очень интересные тренинги и много различных техник. Я расскажу скорее про то, что происходит с командой. Вот это очень интересное видение на взросление команды и на то, как меняется подход команды к своей работе. Слева оригинал, справа я перевел ее на русский язык. Это Джеймс Шо и Диана Ларсон сделали в 2012 году. О чем они интересно нам рассказали? И в зависимости от того, на каком уровне находится ваша команда, вы можете давать различное количество звезд от одной до четырех в вашей команде. То есть давайте посмотрим. Вначале мы просто делаем то, что нам написал аналитик. И мы просто пилим код, как говорят у нас разработчики, переводим кофе в исполняемый код и, собственно, на этом наша задача заканчивается. Мы больше ни о чем не думаем. Потом, после того, как мы делаем первые шаги в сторону agile и, например, в сторону внедрения скрама, у нас начинает меняться культура команды. И люди в команде начинают думать о том, собственно, а что ценного в том, что мы делаем. Что ценного для бизнеса в том, что мы разрабатываем. И у них появляется это понимание. То есть они не просто выполняют какую-то непонятную задачу. Они понимают с точки зрения ценности, что ценного в том, что мы делаем. И они эту ценность дальше… А у них нету достаточного знания, чтобы эту ценность увеличивать. Поэтому они говорят, хорошо, вот это важно. Я понимаю, что это важно. Я понимаю, почему я это делаю. Но дальше мне нужно какие-то новые навыки для того, чтобы эту ценность увеличить. Вот у меня есть задача, вот у меня есть какая-то юзер-стория в бэклоге, выражающая языком скрама. И дальше мне нужно что-то, какие-то навыки, чтобы эту ценность максимизировать. Когда у нас члены команды, разработчики, не люди от бизнеса, разработчики, начинают заниматься тем, что они максимизируют бизнес, ценность, задач, которые они выполняют, это уже две звезды. После этого возникает вопрос, хорошо, вот эти люди, наши команды, они знают, как работает программный код, они знают узкие места с точки зрения разработки, и они теперь уже понимают, как максимизировать ценность. Абсолютно логичный следующий шаг – это ее оптимизировать. Но для этого нам нужно немножечко другую структуру управления построить. Как только мы меняем организационную структуру, у нас три звезды – это оптимизация ценности. И дальше уже у нас идет, здесь у нас была смена культуры команды, а здесь у нас смена культуры организации. После того, как мы меняем культуру организации, мы можем оптимизировать теми знаниями, которые у нас накапливаются, всю организацию. Вот это вот красивая история роста вовлеченности команды, команды разработчиков в бизнес-организации. И она абсолютно реальная, этот путь можно и нужно проходить. Но это с точки зрения команды. А дальше мы говорим, хорошо, а как этого достичь? Какие сервисы наша организация должна использовать для того, чтобы, собственно, это все происходило? Ну и обращаясь к различным наработкам, да, давайте сначала посмотрим, собственно, в чем проблема, какую проблему мы решаем. Тот же самый отчет, который приводился, стоит в Agile version 1. Мы запустили одну-две команды, и у нас проблема. Не идет масштабирование Agile на уровне организации. Вот этот вот опрос, компанию, у которых возникли проблемы, и вообще всех компаний, говорит о том, что следующая проблема, которую нужно решить, это смена, точнее, невозможность сменить организационную культуру. Давайте посмотрим, что нужно сделать для того, чтобы начать менять организационную культуру. Следующий вопрос, это связанный с тем, что недостаточно персонала, который знает, как работает Agile. То есть я где-то вот что-то услышал, но я не знаю деталей. То есть нужно знать, действительно нужно знать, причем чем больше у вас таких людей, тем лучше, об этом я пару слов скажу. Да, нужно обязательно знать, как эта штука работает. А не просто мы сейчас вот работаем как хотим, у нас хаос, это мы называем Agile, это не Agile, это хаос. Есть определенные правила, которые нужно соблюдать, тем не менее. Так вот, меняем организационную культуру, увеличиваем количество персонала, и у нас здесь еще сопротивление к изменениям, да, 34%. И у нас здесь еще существующая старая технология, которая мешает, которая сопротивляется, которая не дает себя заменить новыми подходами. Вот эти задачи мы решаем. Как вы считаете, какие подходы больше всего вот эти вот задачи решают? Что нужно сделать? Идеи какие-нибудь есть? Демонстрация успехов, да. Ну тут есть такое словосочетание организационное развитие. Есть достаточно много различных специалистов, которые занимаются тем, что помогают организациям становиться эффективными и развиваться. И вот справа примерные инструменты, которые в принципе могут использоваться. Слева это цели, которые мы пытаемся достичь. То есть мы меняем культуру, мы убираем разделение между бизнесом и IT, мы создаем новые цели, да, новые цели, единые для всех и так далее. Но это все некоторый список. Хорошо, замечательно, список у нас есть. А дальше что? Что нам делать с этим списком? Куда нам двигаться? Для этого нам нужно понять, что такое agile с точки зрения корпорации, с точки зрения большой компании, с точки зрения организации. И мы видим взгляд на agile с точки зрения организации, состоящим из трех обязательных частей. И очень большой ошибкой является, если мы просто берем какой-то процесс, какой-то фреймворк, какой-то подход и пытаемся его запустить. Не взлетит. Да, начинать нужно с мышления. Это как раз про организационную культуру. Естественно, мы не можем сразу всего этого слона съесть. Да, мы делаем вот этого слона по частям, elephant carpaccio, и мы меняем мышление у одной команды, у другой команды, у третьей команды, у какой-то части руководства, middle management, у топ-менеджмента. То есть это процесс. И нужно понимать, кто будет этот процесс вести. Но без этого не получится следующий кусочек, который называется стратегия. Наша стратегия – это на что мы обращаем внимание, какие подходы мы используем, какие сложности мы видим. Это должно решаться внутри организации. То есть это не может кто-то прийти и просто снаружи сказать, вот так у вас все будет, вот так у вас все заработает. Они не знают вашего контекста. Это очень важно. То есть это вы для своей организации вместе с своими командами и возможность привлечения внешних экспертов, вы решаете, собственно, в чем заключается ваша стратегия трансформации, стратегия развития бизнеса вообще. И дальше уже история про тактику. К этому слайду я вернусь. Как только мы разделили, мы посмотрели на сервисы, в общий список. И мы посмотрели на, собственно, из чего состоит наш бизнес с точки зрения agile. Теперь мы можем сказать, окей, у нас есть некоторые сервисы, которые больше относятся к смене мышления, некоторые сервисы, которые больше относятся к смене стратегии или к выработке стратегии на уровне всей компании, и некоторые сервисы, которые относятся к тактическим вопросам. И все они важны. То есть если мы возьмем какую-то одну часть, не взлетит. Если мы что-то забудем, то тоже не взлетит. Никто не мешает эти сервисы совмещать. И вот эта стрелочка, которая у меня там внизу, то есть мы двигаемся слева направо. Может быть отдельно взятое государство, отдельно взятые какие-то команды, которые у себя там внедрили agile, но из этого не получится масштабирование. Из этого не получится корпоративный agile. Если мы идем слева направо, то у нас может получиться корпоративный agile. Может получиться. И очень важно понимать, что если мы говорим уже про разработку систем, то важны технологические проекты. Для IT-систем без них просто нельзя, потому что нам нужно снимать с наших людей ручную работу. Для бизнес-систем они, скажем так, жизненно важны. Вам нужны системы, которые будут поддерживать ваш гибкий процесс принятия решений. Без этого не получится. То есть нельзя просто договориться и побежать. Нам нужно что-то, что будет поддерживать то, до чего мы договорились. Пару слов скажу об этом чуть-чуть дальше. И собственно, имея сервисы, имея взгляд на agile, мы приходим к истории трансформации. И если мы посмотрим на трансформацию, хорошо, а что мы делаем? А какие шаги? А кого мы тренируем? А как мы тренируем? Вот так вот примерно может выглядеть начало вашей трансформации. То есть для начала нам нужно создать единое понимание, единое мышление, что такое agile на уровне всей компании. Речь не идет только о топ-менеджменте, речь не идет только об IT, речь идет обо всей компании. И такие мероприятия могут проводиться от 5 до 150, 200, 300 человек. Это абсолютно нормально, потому что люди должны в организации понимать, что это такое, как это работает. После этого мы обязательно должны… Ну спонсоры понятно, да, это люди, которые от руководства поддерживают наши изменения. Очень важный вот этот вот следующий кружочек – агенты изменений. Без создания агентов изменений, людей, которые разделяют ценности agile внутри вашей организации, будет тоже очень плохо, потому что линейные руководители, которые, скажем так, поскольку им сказали, что у нас agile, они пытаются быть agile, вряд ли с ними что-то получится. То есть они должны либо сами стать агентами изменений, либо вы должны иметь этих агентов изменений. Эти агенты изменений могут быть частично привлеченными извне, опять же, внешние консультанты. Но в обязательном порядке вы должны растить своих, потому что систему дальше нужно будет поддерживать в работающем состоянии и в состоянии постоянного улучшения. И это вот об этом. То есть мы должны создать внутри нашей компании центр компетенции линейджел. То есть людей, к которым всегда можно обратиться и сказать, слушай, не работает. Что мне делать? У меня проблема. Вот раньше мы работали, все было четко понятно, у меня был регламент, а сейчас я не понимаю. Вот не работает. Куда бежать? Вот эти ребята на эти вопросы должны отвечать. После этого мы, когда создали центр компетенции, когда у нас есть наш спонсор-агент изменений, есть общее понимание agile, мы говорим, что хорошо, теперь мы должны обучиться уже конкретному приложению agile на организации. Дальше, после того, как мы обучились, мы должны провести мэппинг, какие процессы из фреймворка или из фреймворков, подходов, которые вы рассматриваете, как будут ложиться на ваш контекст. Это крайне важно. Какие роли теперь кто будет выполнять? Ну и, собственно, основных ролей четыре. Здесь я говорю о… То есть это, собственно, product owners, то есть это институт управляющих продуктами, это скрам-мастера, это институт помогающих командам быть эффективными, и это команды, члены наших команд, и архитекторы. Вот четыре роли. В данном случае архитекторов мы тренируем одновременно с командами, но это три разных абсолютно тренинга для трех разных абсолютно групп. Они могут быть разные, они могут создаваться под вас, могут быть стандартными. В частности, некоторые фреймворки, они уже предлагают готовые тренинги, но тем не менее это обязательно. Да? Будет? Будет. Я ожидаю этот вопрос. В конце у меня будет слайд с конкретным примером. И еще очень важный момент про мышление. Мы и ПАМ, когда говорим про мышление, у нас есть, кстати, вот это первый пример, тренинг, который называется agile thinking, agile мышление. Мы закодировали принципы agile в 6 принципов agile мышления. Знать вашу цель. Но эта цель не про то, куда бежать, а это про цель, почему мы туда бежим. Это про единое понимание, почему мы туда бежим на уровне всей организации, а не на уровне узкого круга топ-менеджеров. Контекст. Несколько раз я говорил слово контекст. Очень важно прилагать и модифицировать техники и уточнять техники в соответствии с вашим рынком, историей вашей организации, IT-ландшафтом вашей организации и очень многими вопросами, которые понимаются под словом контекст. И обратную связь. Вы не получите эффективного процесса. Мы и до меня говорили, и я вам еще раз повторяю. Обратная связь. Вы должны делать итерации, вы должны понимать, собственно, насколько вы эффективно двигаетесь. Если нужно, вы сделали шаг, вы понимаете, что вы сделали чуть не туда, значит нужно повернуться в другую сторону, сделать следующий шаг немножечко в другую сторону. Вот тогда будет максимальная эффективность и максимальная ценность для бизнеса. Собственно, обратная связь с помощью итераций. Минимизация потерь. Это лин, это из Toyota пришло в Agile. И про сотрудничество. То есть это про доверие. Это про то, что не каждый из нас делает отдельный кусочек, который потом не стыкуется. А это про то, что мы вместе делаем одну задачу. Говоря о изменении организации, нельзя не сказать о замечательной работе Джона Коттера, который выделил 8 принципов. Общался я на перерыве, обсуждали мы эти вопросы. И здесь они звучали из зала, когда выступал Алексей. А что делать? Что нам делать в организации? И, собственно, я сказал, что нужны агенты изменений. И вот эти агенты изменений, они должны вот эти 8 пунктов выполнить в обязательном порядке. Без этого тоже есть большой шанс, что не взлетит. И видите, ощущение срочности. То есть если это нам нужно вообще, то можно не начинать. Нам это нужно сейчас. Почему? Потому что наша компания потеряет бизнес. Потому что появится новый Uber, там новый еще кто-то, и мы уже станем не нужны. К нам приходят компании, бизнеса, которые говорят, слушайте, мы понимаем, что да, сейчас у нас все более-менее хорошо, мы лидеры рынка, но завтра нет. Завтра мы понимаем, что кто-то придет из молодых, горячих, работающих по технике Lean Startup, книжка называется «Бизнес с нуля» на русском языке, и они нас обгонят. Поэтому давайте мы сделаем это изменение. Да, это непросто, да, это болезненно, но еще болезненнее, если мы все останемся без работы. Мощная коалиция, единое понимание цели, видите, повторяется немножко. Сотрудники принимают решения по-новому. Да, хорошо у нас agile, но старые регламенты, замечательно. Не взлетит. То есть у людей должно быть а, понимание, они должны быть натренированы, как это работает, и б, автономия для того, чтобы решения принимать по-новому. Если мы людям не даем возможность принимать решения уже в соответствии с новым мышлением, в соответствии с новыми ценностями, ну, вряд ли у нас эта трансформация будет успешной. Обязательно положительные результаты, ярко показывать, что вот смотрите, вот это наши успехи, вот это позволяет нам двигаться вперед. И в корпоративной культуре, и, собственно, это помощь трансформации корпоративной культуры, использовать победы и укрепить новые подходы в культуре, используя, собственно, победы, которые у нас есть. Вот 8 ключевых пунктов. Есть много достаточно литературы. Рекомендую, собственно, саму статью. Это небольшая статья, это не толстая книжка Коттера на тему лидирования организационными изменениями. Все достаточно просто и понятно. Теперь несколько слов скажу про фреймворки, которые на текущий момент наиболее востребованы и из которых мы зачастую собираем различные подходы для организации, для повышения их эффективности. Здесь уже звучал подход, который называется скрам, который больше всего используется. У меня чуть-чуть другая картинка. Я люблю рассказывать про то, как ограничивать размер команды. Есть такой термин тупица. 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 Это количество людей, которых можно накормить двумя пиццами. Это 9 человек максимум. Ну, вообще 8. Если продукт-оунер и скромастер не участвуют в разработке, потому что бывают команды, в которых эти ребята каким-то образом, ну, скромастер в частности, может быть играющим разработчиком, то мы их не считаем. Продукт-оунер, конечно, в разработке участвовать по-хорошему не должен. Планирование, ежедневные встречи, дальше мы демонстрируем и обсуждаем, что мы сделали, и обязательно ретроспектива цикла непрерывного улучшения. То есть, как уже здесь говорилось, ролей три. Продукт-оунер, я к этому вернусь еще в масштабе организации, это очень важно. Здесь у нас три роли в команде, в скроме. Продукт-оунер, скром-мастер и команда разработки. Есть подход, который называется канбан. С ним чуть-чуть сложнее, потому что в скроме все принципы, артефакты, мероприятия, ритуалы, которые мы проводим в скроме, они очень четко связываются с манифестом и с agile мышлением, про которое мы рассказываем. С канбаном чуть сложнее, потому что канбан это про визуализацию, это про оптимизацию с точки зрения снижения количества задач, которые у нас находятся в разработке. Но всего остального на доске нет. То есть, некоторые вещи, которые обязательно в agile, вот если мы просто посмотрим на доску, мы их там можем не увидеть. И это некоторый риск строить не agile. То есть, тут был вопрос, а можно ли водопад по канбану? Можно. Можно водопад по канбану. Без проблем. Поэтому здесь можно сказать, что agile лин в себя впитал. Но некоторые подходы внедрения лин не являются agile. Вот это очень важно понимать. То есть, мне знакомы примеры внедрения лин техник, лин подходов, подходов, которые позволяют минимизировать издержки, которые глубоко демотивируют команды, разработчиков, подразделений и так далее. И вот это некоторая опасность, которая есть, если мы не знаем о ценностях agile и начинаем внедрять канбан. Поэтому рекомендую на это обращать внимание. Еще есть один очень интересный вывод, когда мы говорим про канбан. Классическая школа менеджмента учит нас тому, что мы должны максимально загружать людей работой, и это позволяет нам максимизировать эффективность нашей компании. Это неправда с точки зрения лин. Потому что самая большая потеря с точки зрения лин, кто знает, что такое? Что такое с точки зрения лин самое большое зло? Waste. Многозадачность это следующее zlo. Это второе zlo. А первое zlo это незавершенное производство. То есть waste, потери с точки зрения тойотовцев. Самая главная потеря, из которой проистекают все остальные потери, это незавершенка, незавершенное производство. Так вот, если вы много задач в эту систему заталкиваете, но у вас количество выхода из этой системы меньше, то есть у вас много задач зависает, у вас 100% задач, состояние 98% дан, и вот это 98% дан длится вечно. То есть вы создали безумное количество незавершенного производства, в которое ваша компания инвестировала, но результат не получила, возврата инвестиций нет. Это что значит? Что мы теряем деньги. Так пусть лучше они отдыхают, пусть лучше у них будет более короткий сегодня рабочий день, но давайте не будем создавать незавершенное производство. Финансово нашей компании это выгодно. Вот эксперты лин, лин агенты изменения, они эту историю знают, но классическая школа менеджмента зачастую эту историю игнорирует, ее нужно очень хорошо понимать. Это очень важно. Делать лимиты на то количество задач, которые эта система обрабатывает для каждого шага. Вот тогда мы максимизируем уже ценность и максимизируем и финансовую эффективность нашей организации в том числе. Это история про канбан. Дальше возникает вопрос. Хорошо, построили по скраму команду, либо по канбану построили команду с необходимыми атрибутами джайла, типа цикла непрерывного улучшения, типа ретроспектив и так далее. Что дальше? Нам нужно ее масштабировать. Есть несколько подходов, которые позволяют это делать. Если у нас все команды работают по скраму и это количество команд в сумме не превышает 70-80, у нас есть опыт 150 человек, то можно использовать подход, который называется nexus. Все достаточно просто. Это подход, который, собственно, скрам.орг, те люди, которые являются одними из основных проводников скрама, предлагают использовать для масштабирования скрама. Это один из способов масштабирования скрама. Так вот, что они сделали? Они сказали, хорошо, у вас работают команды, но давайте мы еще сделаем общий перечень задач, общий перечень задач, и давайте у нас будет еще отдельные мероприятия и отдельные люди, которые будут заниматься интеграцией, которые будут обеспечивать то, чтобы эти команды бежали одновременно и в одну сторону. И эта штука хорошо работает. То есть я еще раз говорил, у нас есть пример внедрения nexus на 150 человек. В принципе, где-то 70-80 человек считается более-менее оптимальным для подхода, который называется nexus. Хорошо, а если у нас тысяча, что мы будем делать? Если у нас тысяча, то есть подход, который называется scale-to-agile framework, который с виду немножечко пугает свои сложности, но если вы сейчас свою организацию примерно в таком же виде нарисуете, у вас может быть еще более насыщенная картинка. И никто не говорит о том, что обязательно использовать все атрибуты. То есть вы можете использовать часть атрибутов. Но подход гибкий, подход не ограничен по количеству людей, которые в этой системе работают. И при этом систему можно строить, используя разные подходы. Используя скрам, используя канбан и даже используя водопад в некоторых случаях, когда вы не можете использовать ничего другого. То есть здесь звучало, да, в некоторых случаях мы можем работать только по водопаду. Окей, вот эта платформа, этот фреймворк вам скажет хорошо. Но это не значит, что эта часть будет agile, да, но она будет работать, ее можно будет интегрировать в общую систему. Если упростить этот фреймворк, то по большому счету, так или иначе, любая задача масштабирования, да, она сводится к чему? К решению какой проблемы, коллеги? Какие проблемы у нас возникают, когда мы говорим о масштабировании agile? Синхронизация. Синхронизация чего? Результатов и постановки задач, наверное. То есть мы говорим о том, что нам нужно… То есть когда мы работаем по классике, все достаточно просто. У нас сели аналитики, у которых KPI написать максимально толстый документ, за это им премии дадут. Потом сели разработчики, у которых KPI сделает меньше всего ошибок. Потом сели тестировщики, у которых KPI найти больше всего ошибок. А не, вручь, вначале сели юристы, у которых KPI минимизирует риски, поэтому лучше, чтобы ничего не подписывалось. То есть у всех разный KPI, это то, что в западной литературе это называется силостный подход. То есть когда мы по вертикали, у нас у каждого свой KPI, и эти KPI между собой борются и на самом деле очень сильно мешают нашей организации развиваться. Здесь нам нужно построить другой подход и немножечко по-другому управлять требованиями. Это классический подход. Кто-то сверху решил, делаем так, и дальше у нас есть исполнители, работающие по принципу «моя хата с краю», которые нечто делают. Когда они сделают, выясняется, что это не совсем то, что нужно, поэтому мы их за это наказываем, заставляем переделать и так дальше по кругу. Есть другой подход. Неэффективного agile, который граничен с хаосом или является хаосом. Когда руководство что-то придумывает или там высшие чины что-то придумывают, потом говорят, ребята, делайте. А как? А мы не знаем, а куда? А как? Что, не можете? Нет, делайте. И они находятся уже в состоянии не бурлаков, а вечно виноватых, потому что они не могут сделать, реализовать ту фантазию, которая возникла в головах у лиц, которые эту фантазию придумали. Это тоже проблема, это тоже неправильно и не работает. Поэтому идти на где-то посередине. И мы говорим о том, что мы делаем как минимум два, а лучше три, а в некоторых случаях может быть четыре уровня каскадирования, на которых принимаются решения про наши требования. Делаем мы эту инициативу или нет? Если мы эту инициативу делаем, на какие системы, на какие потоки создания ценности нашей организации эта система распадается, на какие программы. И дальше разработчики уже. Хорошо, а какие задачи мы решаем для того, чтобы реализовать в данном случае эту фичу и это направление развития. Тут можно использовать разные слова. Но идея в том, что без каскадирования и важно, что каждый уровень принимает свои решения. То есть это не значит, что вот эти ребята говорят, ага, у нас появилась новая инициатива, нам нужно подпишитесь под тем, сколько у вас потребуется времени, вам, чтобы сделать вот эту разработку. Если вы потом сделаете ее не в эти сроки, не в эти бюджеты, значит мы вас накажем. Нет. Идея в том, что они делают предположение, какова трудоемкость. Эти делают предположение, какова трудоемкость. И эти делают предположение, какова трудоемкость. Опять же, в Agile мы используем не слово трудоемкость, мы используем условную величину, которая называется story points. Но суть это не меняет. То есть они делают предположение на своем уровне. И они за него несут ответственность. Поэтому как только начинается исполнение, они что делают? Они уточняют. Именно так. Смотрите. Давайте пару слов. Если мы говорим о каскадировании требований. Что такое epic? Что такое фичи или тема? Что такое user story? Это отдельное требование. То есть это по сути я хочу сделать систему дистанционного банковского обслуживания. Хочу, чтобы у меня в банке эта система была, например. Или я хочу сделать, ну не знаю, написать игру. У меня компания, мы пишем игры, разрабатываем игры. Хочу написать еще новый doom. Дальше. Здесь конкретно, когда игрок идет по лабиринту, когда пользователь хочет подключиться к системе DBO, он видит там полис, где запрос пароля происходит. Когда игрок идет по лабиринту, он должен видеть карту. Ну что-то такое. И дальше эта user story, она уже как-то реализуется. То есть уже когда мы берем в работу по скраму, например, мы решаем, а что же это такое, а что нужно, а что понимается под этим. Мы спрашиваем у дизайнера интерфейса. Слушай, а как эта карта должна выглядеть? Мы с точки зрения банка спрашиваем. Хорошо, как с точки зрения нашего бренда должен выглядеть экран для входа нового пользователя в нашу систему DBO, например. То есть это уже решается, когда мы начинаем работать над этой историей. Но история, мне как пользователю нужно видеть вот это, потому что мне нужно войти в систему, потому что я хочу в систему. Здесь на среднем уровне обычно это группировка. То есть мы говорим о том, что мы делаем вход в различные системы, везде должно быть такое-то окно, мы делаем отображение различных интерфейсов и так далее. То есть это некоторая группировка. Везде мы определяем бизнес-ценность. То есть везде на всех уровнях люди понимают, почему это нужно и почему это важно. Это очень ценно с той точки зрения, что потом, используя некоторые простые вычисления, можно строить приоритеты. Что мы делаем раньше, что мы делаем позже. Примерные сроки. Ну почему две недели? Понятно, да? Почему у нас в юзер-сторе не может быть больше двух недель? Это предложение, это не догма. Почему здесь две недели написано? Спринт. Ну может быть, нет, два не может быть. Пол спринта, пожалуйста. Два это уже не юзер-сторе, значит нужно разбивать на меньшее количество работы. Почему фича тема полтора месяца? Примерно. Ну так удобнее. Решили, что так удобнее. То есть примерно 4 спринта где-то плюс еще какие-то спринты, может быть, на планирование. Вот так решили. Но опять же, это когда мы говорим про контекст, это то, что решаете вы. Как вам удобнее, как вы считаете будет более эффективным. И, собственно, все. Мы сказали, вот мы вот так вот каскадируем требования. Хорошо, а как сделать так, чтобы эта штука заработала? Как нам синхронизировать команды? Я говорил о том, что есть команда, есть продукт-оунер, есть скромастер. Если мы говорим про команду, конкретную команду разработки, нам там архитектор не нужен, потому что agile вам говорит… Что agile вам говорит про архитектуру, коллеги? Максимально плоская. Нет, с точки зрения архитектуры, как нечто того, что появляется. То есть откуда берется архитектура с точки зрения agile? Команда. То есть agile говорит о том, что архитектура появляется из команды, то есть члены команды создают архитектуру. Architecture emerges. Вот что написано в манифесте. Поэтому на уровне команды нам архитектор не нужен. А вот дальше, когда возникает история синхронизации, да, нам нужен архитектор, но у него задача другая. Он не говорит командам, какую архитектуру они должны строить. Он занимается синхронизацией. Он занимается тем, чтобы команды с точки зрения архитектуры следовали правилам, которые они вместе все определили. Вот это очень важно. И на уровне всего портфеля точно так же нужен какой-то верховный архитектор, который синхронизирует уровни программы. Здесь звучала история про то, что хорошо, у нас юзер-дизайнеры, которые нам не нужны постоянно, нужны они в команде или нет. А нужны ли нам люди, которые поддерживают сборку релизов. А нужны ли нам люди, которые обслуживают системы. Желательно, чтобы они, конечно, были в командах. Но реальная жизнь, она накладывает некоторые ограничения. Поэтому зачастую мы этих людей выносим в отдельный блок, который на английском называется shared services. То есть мы говорим о том, что есть некоторые сервисы снаружи, которые подключаются к людям в наших командах, чтобы они, собственно, свои задачи выполняли. Вот это вот очень просто с точки зрения того, как с одной стороны, смотрите, мы каскадировали требования, а с другой стороны мы развернули наш agile подход на уровень всей нашей организации. Вопросы здесь какие-то есть? Если мы берем водопад, то да, это проект. То есть изначально у вас это был проект. Здесь мы это называем программой. Здесь тоже звучало вначале. Если мы говорим про agile, то это у нас постоянно работающие команды. Поэтому у нас появляются эпики, которые потом доходят до команды. Но они постоянно работают. То есть мы их не собираем под проект, не распускаем после окончания проекта. Поэтому у нас в agile сейчас, я увидел. В agile у нас немножечко по-другому строится финансирование. Мы финансирование выделяем на размер или количество этих самых команд. То есть если мы в водопаде загружаем этот грузовик деньгами, где-то его прячем до того момента, пока все не сделаем, но потом мы его выкатываем или не выкатываем, то с точки зрения agile это вентиль. Это вентиль финансовый. Я его могу побольше открыть, я его могу поменьше открыть. Ага, вот там бизнес пошел, на рынке. Значит мне туда нужно инвестировать больше. Перенаправляем, открываем побольше. Все, вот это финансирование, бюджетирование с точки зрения agile. Вопрос. Это у нас, это три команды, здесь может быть больше команд. Это архитектура вашей системы управления. Это может быть и так, и по-другому. То есть бывают кросс-функциональные команды и кросс-функциональные программы. Бывают программы, которые конкретную систему разрабатывают внутри вашей организации. Это вопрос архитектуры, вот этой всей истории, масштаба. Вопрос синхронизации включается. Синхронизации. Вопрос синхронизации. То есть вам нужно командой синхронизировать. Потому что у вас появляется… В чем проблема возникает? В том, что команды, они вроде как независимы, обладают автономией, они сами принимают решения. А вам нужно, чтобы то, что они сделали, в итоге становилось единым решением. Это не отменяет наличие у вас архитектурного комитета. То есть вы вот эти вот ребята, вот и этот архитектор, вот и эти архитекторы, и представители команд, они точно так же собираются и решают, какую архитектуру строить. Он не диктует. Он присутствует. У вас есть архитектор на уровне всей компании. Если у вас эта система, на уровне системы. Он у вас есть обязательно, без этого не получится. У вас может быть разные виды архитекторов. Это может быть и функциональные, и системные, и еще разные виды архитекторов. Опять же, это вопрос выстраивания… То есть я здесь показываю подход. То есть вопрос. Как нам масштабировать agile на уровне организации? Вот так вот. Может быть вам тут не один архитектор потребуется. У нас есть примеры, когда с 10 архитекторов человек 5 сидит. Это нормально. Нет, архитектор не является разработчиком, естественно. Мы привлекаем… То есть если у нас есть в командах ценные люди, которые вносят вклад в развитие и создание архитектуры, мы их привлекаем к этому процессу. Можно я дальше? Потому что времени у меня 10 минут осталось. После перерыва. Смотрите, теперь с точки зрения принятия решений давайте я вам покажу. Я вам показал каскадирование требований, я вам показал выстраивание на уровне всей организации. Теперь давайте расскажу про принятие решений. Вот у нас наши с вами архитекторы. Вот они. И кто-то в командах тоже на самом деле условно этими архитекторами являются, потому что архитектура идет из команд. У нас появляется вот этот вот институт продукт-оунеров, как я его называю. То есть это институт людей, которые занимаются управлением продукта. Но очень важно понимать, что это не те люди, которые командуют командами. Они не говорят, что делать команду. Это решают команды. И архитекторы, и, извините, владельцы продуктов, которые внутри команды, но это их совместное решение. То есть они не являются диктаторами. С другой стороны у нас есть еще одна вертикаль. Это вертикаль скрам-мастерства. То есть у нас есть скрам-мастер в команде, у нас есть скрам-мастер, который управляет, например, скрам-ов-скрам, что называется, в данной системе или в группе систем. И все это замыкается тоже на владельца эпика. То есть вот архитектура с точки зрения принятия решений. Здесь у нас появляются еще ребята, которые деньгами управляют. Вот этим самым вентилем. Какую инициативу мы запускаем, какую не запускаем, какая важнее, какая менее интересна для нас. Вот структура управления. Я вам сейчас буквально на пальцах рассказал, как строится масштабирование agile на уровне корпорации. Да, у нас везде, опять же, по agile у нас модель servant leadership, когда лидер является помощником. Да, лидерство как служение, именно так. Вот примеры вопросов, пока я отвечаю. Не обязательно. Более того, есть, скажем так, вариант, когда мы бизнес корпорации перекладываем на эти рельсы. То есть бизнес, генерирующий доход, перекладываем на эти рельсы. И есть какие стадии, которые рассказывают о том, как бизнес именно, не разработка софта, а именно бизнес был переложен на вот эти рельсы. Здесь некоторые вопросы, я их не буду зачитывать. Ну то есть вот-вот они эти решения принимают. И обязательно, да, у нас, мы ни в коем случае не преуменьшаем значение манифеста. То есть все принципы манифеста на всех уровнях соблюдаются. И ретроспектива в том числе на уровне эпиков. Ну и, собственно, возвращаясь к вопросу, а что мы делаем. Я обещал к этому слайду вернуться. Вот это мышление, стратегия, тактика разворачивается на решение следующих задач. Когда мы говорим о мышлении, это смена личной мотивации, то есть ради чего я здесь работаю, что я делаю в этой компании, в этой организации. И на другую групповую динамику. Как я отношусь к своей команде, как я отношусь к лидерству в своей команде, и почему я работаю в этой команде. Это про мышление, это про корпоративную культуру. Стратегические направления развития строятся немножечко по-другому, потому что мы здесь говорим про максимизацию ценностей. Помните, как на уровне команды, так здесь на уровне компании. И мы выбираем, собственно, модели масштабирования. Например, по тем принципам, которые я вам показал. Продуктовое мышление. Об этом говорилось, говорится и много будет говориться. Мы уходим от проектного мышления, сдал и забыл, к продуктовому. Мы говорим о бизнесе нашей компании, о максимизации ценностей, которые мы приносим бизнесу. Поэтому мы говорим про управление продуктами. А оно непрерывно, это процесс. Поэтому Kanban, в частности. Kanban хорошо позволяет строить управление процессом. И децентрализация власти в компании. Каждый принимает, реально принимает решение. И фасилитация. То есть сервент лидершип. Все, да? А, я просто так повернул, я так думаю, может быть все. Еще 9 минут, ура. Да, да, да. А я уже все. Вот это вот, по-моему, предпоследний слайд или даже последний. Этот слайд я вам показывал. Примеры просили. Вот примеры. То есть если мы… Я вам на самом деле сейчас показывал слова из фреймворка, который называется сейв. Самый насыщенный, самый масштабный, вот это самая сложная картинка. Но это не значит, что это единственный фреймворк, который вы можете использовать и который мы используем. Тем не менее, как можно это представить, если мы говорим, например, про сейв. Мы начинаем с единого понимания. Есть тренинг, который называется agile thinking. Мы говорим о базовом тренинге по сейв. Он называется leading save. Мы говорим о том, что мы производим некоторые стратегические инициативы, выполняем и некоторый coaching, консалтинг для того, чтобы определить, собственно, как это будет в вашей организации. То есть это про контекст. Мы говорим про обучение ролей, это отдельные тренинги. Продукт-оноров. Мы выстраиваем институт продукт-оноров. Они должны понимать, для чего они в этой компании, как они по-новому будут работать. Мы говорим о том, что мы должны выставить правильный институт скрам-мастеров. То есть не просто под команду мы готовим скрам-мастера. Там у них еще есть скрам-ов-скрам. А там еще на верхнем уровне должно быть понимание, как это все должно работать, чтобы это было эффективно, чтобы это соответствовало ценностям agile. И обучение команд обязательно. То есть мы не можем в бою вот так вот сразу взять, у нас команда заработала. Они должны понимать, почему оно так, почему это работает. Вот пример. И обязательно, об этом я не сказал, скажу сейчас. Поддержка трансформации. То есть помните, у меня там были инфраструктурные проекты. То есть мы должны внедрить в систему вот TIA. То есть у нас должна быть прозрачность. Это принципы, на которых строится agile. У нас должна быть прозрачность. У нас должна быть измеряемость, inspection. Мы должны иметь KPI, но не для того, чтобы людей награждать или наказывать, а для того, чтобы оптимизировать систему. И последнее это, собственно, изменение. Когда мы принимаем постоянные шаги для того, чтобы делать нашу систему более эффективной. Вот здесь эта поддержка обязательно. Мы запускаем, например, один продукт, одну систему, потом еще одну, потом еще одну, потом еще одну. Идет процесс масштабирования. Шаги примерно вот такие вот могут быть. А это был мой последний слайд. Коллеги, я готов ответить на вопросы. У нас есть 4 минуты. Да? Ну не сейчас. Просто запуск скрама – это отдельный тренинг. Здесь можно сделать выступление еще часа на два про это. Потому что это, начиная от того, как мы рассказываем про agile членам команды, про конкретную роль. То есть можно и нужно много говорить про роль скрам-мастера, про то, как люди думают в команде, чем они мотивируются, про то, чем занимается продуктовно, про то, как мы управляем бэклогом, про то, какие, если мы про скрам говорим, то про то, какие мероприятия они производят. Просто это много. Сейчас в двух словах точно не расскажу. Есть хорошие тренинги у нас и у коллег у скрам-трека, например. Ну я старался буквально так чуть-чуть касаться кейсов. Может быть у вас какой-то вопрос? Я кейс вам приведу. Я вам скажу так. В России есть компании, которые изначально строились по agile, небольшие, айтишные, продуктовые, которые целиком работают по agile. Но это небольшие компании. Если мы говорим про большие компании, в России законченного примера трансформации бизнеса нет. Есть в мире интересные примеры, есть хорошие кейс-стадии. Можем с вами пообщаться, я вам пришлю несколько описаний. Но это западные примеры. В России пока таких примеров мне неизвестно. Как только они появятся, буду рад рассказать. Компании, которые изначально строились по agile или которые стали agile, но это компании, которые какой-то отдельный айти продукт делают или семейство айти продуктов и продают его на рынке. То есть айтишникам проще, компаниям, которые на айти рынок каким-то образом работают. А вот если мы говорим про чисто бизнесовые компании, есть небольшие, больших пока я, ну мне неизвестно. Но есть много компаний, которые по этому пути идут, идут успешно. И мы с такими компаниями тоже работаем. Да. Мы являемся вот той самой компанией, которая занимается этой самой разработкой. То есть мы выступаем в роли компании, которую продукт-тоунеры говорят, что мы хотим, чтобы нам сделали такой-то продукт. И мы, как и ПАМ, этот продукт разрабатываем и строим нашу работу, если заказчик не против, бывает против, бывает нет, вот ТЗ, там все. То есть он говорит, окей, я хочу быть эффективным, расскажите мне, помогите мне как. Мы строим в том числе по этим принципам, и это прекрасно работает. Но рычаги управления, они действительно другие. То есть рычаги управления, опять же, из манифеста, сотрудничество важнее условий. И в сотрудничестве как? Вот я на вас работаю, если вам не нравится, как я работаю, вы меня говорите, все, мы с тобой поработать больше не хотим. А по старой классике, ты мне сделай, я потом тебе скажу, что ты сделал неправильно, и тебе за это не заплачу. То есть подход другой, но рычаги управления у вас в любом случае есть. Просто они другие, им нужно научить людей, если мы говорим о переходе, о трансформации, этим рычагам нужно научить. Это делается без проблем. И у нас есть более того же готовые системы, которые сделаны, чтобы эта прозрачность была, чтобы эти рычаги были у вас, как у заказчика. Есть методы планирования по срокам. Если мы говорим про масштабируемый agile, вот здесь вот есть вот такой вот квадратик, на котором написано milestones. То есть да, есть, но есть разница. Если в классическом подходе убейся, но сделай, то в agile мы говорим о том, что мы фиксируем дедлайн, но мы управляем тем, что мы делаем в процессе. То есть почему product owner у нас в команде? Потому что он управляет той ценностью, которая появится в конце. Но это ни в коем случае не отменяет примерное планирование, это ни в коем случае не отменяет примерное бюджетирование, это ни в коем случае не отменяет дедлайн. Потому что все понимают, что есть рынок, есть какие-то мероприятия, есть маркетинговые программы, и вы должны им соответствовать. Вопрос, как мы это делаем, насколько эффективно. У меня время закончилось. Спасибо вам большое.